Всем привет! Мы продолжаем проходить Waysland 3, ну и такое дело, мы с вами, получается, в прошлый раз... Ух ты! Осмотрели восток, точнее запад карты, но оказывается, что вот эти штучки, судя по всему, рандомно респавнятся. Здесь у нас есть естественное укрытие, но давайте приведем Годиак в порядок. Время серьезного ремонта. Хм, там была надпись Floating Text Here. То есть до сих пор InExcel целиком игру не поправили. Ну, это в целом в их традициях. Ну, я взглянул на карту мира, и у нас здесь с вами больше ничего интересного нет. То есть мы можем смело с вами отправляться дальше вот куда нас везут, вокруг Юму, хотя вот тут есть куда... О, ништячок! Да? Эй! Вот, подыхи хлама, ну даже не подыхи. Типа тысячи на полторы. А если там еще что-то найдется, то и того больше. Ух ты! Ух ты, что здесь такое происходит-то? А? Кажется, мы с вами вернулись назад немного. Да? Да, мы вернулись на ту дорогу, которая ведет, в общем-то, Колорадо Спрингс. Окей. Ну, главное, что мы ее теперь как бы до конца посмотрели, и можем, получается, ехать дальше. Ой. Раздробленная плечевая кость. Неприятно. И посттравматическое стрессовое расстрастие. Ух. А у нас с вами замечен противник. Впереди кучка друлов. Ну, давайте-ка из-под тишка подкрадемся к ним. Друлов не замечают, как вы занимаете позиции. Самое время напасть. Ну, если самое время, то давайте нападать. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все это было обыграно так, что мы сможем нашим... Нашим грузовичком их зафигачить. Давайте вот отсюда начнем. Друг. Ай. Во. Ух ты. Один выстрел, один труп. Прекрасненько. А что ж, грузовичок добра может подъехать вот сюда. А отсюда он ни по кому стрелять не сможет. Тогда давайте грузовичок добра подъедет вот сюда. И заметает ежами вот эту троицу. Отличненько. Их мы замедлили. А здесь давайте просто ждать следующего хода. Я так думаю, сейчас у нас нет никакой с вами нужды бросаться грузью на амбразуру. Да, просто все становятся в засаду и ждут. И даже Джесс, получается, с ее пистолетиком сможет пострелять благодаря тому, что мы ей на этот пистолетик поставили прицельчик. Так. Пизи-пи. Жди. Да, если вы забыли, мы в прошлый раз улучшили наше вооружение немножко. Так что теперь самое время его поиспытывать. Кстати, вот эта штучка поинтереснее будет. Только она пустая. Окей, готовы. Ну что, ребятки? О, нет. Уф. Так, ну они к нам подбежали, но кажется, никто ничего... А, нет. Кто-то нас атакует. Просто они койота срубили нафиг. Твари. Но при этом мы можем... Ой-о-о. У нас еще и летит дрянь какая-то. И в Моргенштерна несчастного. Но тут как бы начинают наши, во-первых, союзнички ходить. Ну, союзнички это слишком злобно. Союзники все-таки. Потому что они действительно тащат. Я думаю, может просто вот эту всю кучку передавить нафиг? А? Есть у нас такая опция? Просто это было бы вообще самым безболезненным для нас выходом. Бум. Так. Чего? Можешь ли ты вот сюда подъехать? Раз. Можешь ли ты вот сюда подъехать? Забытая душа самый опасный, товарищ. Он еще и выжил. Ну, окей. А если мы его замедлим? Вот. Но нам надо разобраться с тем, что у нас здесь происходит. Во-первых, Пиза-Пиаза уже влияет койота. Конечно, у койота уже травм за этот сезон накопилось. Видимо-невидимо. Ну, и давайте опробуем наш вот этот шотган. Ой. Ой, какой он интересный шотган. Ха-ха-ха. Так. Окей. Девчуля тащит. Вот что я хочу сказать. Хок. Откуда она сможет стрелять? Отсюда она сможет стрелять. Давай, девчонки. Ой. Не добили. Но у нее удача сработала. Так что сейчас добьем. Тоже не добили. Может, из-за огнемета она не дострелит банально. Жаль. Ладно. Нужно кому-то на помощь отправить. Шереп к вон. Вот сюда давай. Доби, пожалуйста, забытую душу, а. Он слишком опасный, чтобы его в живых оставлять. Ну, забытая душа, естественно, не шереп к вон. А пизы пи. Ну, давай. Фок. Ой. Ой-ой-ой. Плёхо. Плёхо. Вы все отработали как-то очень плёхо. Ну, хорошо. Да, вкачан ему. У всех по чуть-чуть ходов, но никто никого не добил. Даже обидно. Уф. Вот это уже все. Вот это уже прям надо, короче, лечиться бежать. Давайте, может, действительно доедем до базы. Ну, например, потому что у нас куча народа уже, у которых в случае падения просто остаётся, ну, ноль ходов на то, чтобы восстановиться, по сути. У меня что-то с таким количеством травм не готов вперёд двигаться. Да, видимо, когда вы говорили о том, что в какой-то момент сложность игры повысится, то вы имели в виду именно вот это. Ну, что ж. Хотя бы всех расфигачили. Я думаю, реально бросать всё и бежать на базу. Потому что база нас под... А, кстати, тут же рядом... Ой, я не то сделал. А тут же рядом дикавинариум. В дикавинариуме нас местный док может подлатать. Всего за 50 злотых, и не надо нам никуда будет особо бегать с вами. Вариант тоже хороший. Наверное, так и сделаем давайте. Потому что, ну, если все будут падать, и у нас будет ровно один ход на то, чтобы их оживить, мы с вами далеко не пройдём таким образом. А где? Вот. Что ж. Кто-то у нас уровень получил. Это была ОК. До спиритов за ХОК. Параметры. Удача. Всё. У неё максимальная удача. Прекрасный интеллект, что даёт шанс крита. Очков навыков за каждые 2. ХОК. Скорость. Харизма. Скорость разгрома. Бонус. Скорость разгрома, что такое? А, это вот эта вот штука, которая типа... Ну, окей. Ну, я так думаю, что скорость будем ей тогда повышать. Ну, а здесь тяжёлое оружие. Только оно. Так, да. Таланты. Таланты ждут. Давайте смотреть. Мы ей повысили тяжело оружие. У нас было какое-то тяжёлое оружие, которое она не могла носить в силу того, что ей не хватало. 52, 75, 20, 25. А здесь 180, 225. А здесь у нас 260, 360. Конечно, это лучше. Вообще спору нет. Только сейчас опять оно окажется незаряженным, да? Нет, заряжено. Странная штука. Так, всё. Больше ни у кого повышения уровня не было. Так что садимся в машину. А, подождите. Какая машина? У нас ещё награда не собрана. Вот она. Что в этом рандомном контейнере? Потрошки и прочее ништячки. Ну, окей. Скажем, нормально. Так, а где у нас бункер армии монстров? А, вот Дикавинариум. Ну, отлично, да. У нас всё получается по пути. Так что в Дикавинариум мы с вами и заедем. Чего бы нет. А здесь что за домик нарисован? Всегда меня есть домик из... А, нет. Ничего, это не домик. Ой. Ой-ой-ой. Да, давайте заедем в Дикавинариум. Ну, и, видимо, после этого будем двигать дальше. А если там ничего интересного не будет, я, наверное, не буду ничего показывать. Мы просто с вами так расстанемся на секунду. Встретимся вновь. Я думаю, да. И тут я вспомнил, что у нас с вами есть жетоны Тарьяна. Так что давайте их потратим. Петроумия Тарьяна. Доп-опыт плюс 25%. Опа. А ещё жетончик. Талант изучен, но Катарьяна. Ну-ка. Это у неё? Сопротивление холду и пробивание плюс 2. А неплохо. Давайте джесс попробует. У нас же есть ещё. А, у нас больше нет. Но в целом, в этот раз мне нравится гораздо больше наши ништяки. И вот эта штука на сколько? На 60... 200 минут? 2000 минут. Короче, нормально так. Ну, что ж. А теперь я закуплюсь, и мы встретимся с вами снаружи. А вот и мы, и мы готовы продолжать. Так что едем, ну, куда-то в сторону округа Юма. Это всё ещё реклама группы Dungeons & Dragons, по сути. Ну, точнее, просто какие-то настольные игры играют чуваки. Блин, прикольно. Так. А мы с вами будем искать... Что это? Бункер армии монстров. Мы уже здесь были. Здесь печок. Да, здесь, кажется, это печок. Отлично. Я так чувствую, что мы уже с вами до 10 не успеем прокачать наше выживание, к сожалению. Женщина, потрёпанная хоккейной маской, выходит из старого фургона, на боку которого нарисован оборотень верхком на пегасе. Эй, это же рейнджеры. Я леди монстр из армии монстров. Вы здорово нас выручили. Хотите поторговать? Хотя, постойте. Вы были так добры к нам монстрам, поэтому я вам сначала подарочек дал. Просто так. Вот. Она поворачивается, протягивает вам мешок для трупов с чем-то. Хе. А... Как вообще живётся в армии монстров? Ну, обычно мы просто пьём, смотрим старые фильмы про монстров на кассетах и языками чешем. Это лучшая часть. Я вот не знаю, тут выислан, на самом деле, та игра, где не всё, что требует проверки скилла, на самом деле, в итоге тебе на пользу идёт. Ну, попробуем. Вы, ребята, такие офигенные. В Колорадо нет никого круче, чем армия монстров. Да, мы такие. Спасибо, что подметили. Ну, ладно, нормально прошло. Ну, давайте поторгуем. Давайте поторгуем, посмотрим, что у неё есть. И в чём из этого мы нуждаемся? Ракеты нам, наверное, не нужны? А вот аптечки, да. А есть же более продвинутый медицинский набор, нет? Нитрошип. Ух ты. Оживляет выведенных из строя членов команды. Давайте купим три штучки на пробу. Так, дальше. Все аккумуляторы всегда. Ну, и, пожалуй, всё. Вот это, конечно, интересно. Снимает радиацию. А мы ещё... А, не. У нас с вами просто нормальная защита от радиации, поэтому проблем с этим не было. А здесь, смотрите, есть стояночка, которой мы могли бы воспользоваться. Но уже подлечились бункеры армии монстров. Так что оставим её, если что, на потом. Ну, никогда не знаешь, когда что-то пригодится. А если мы заюзаем её сейчас просто так, когда она не нужна... Ух ты. Засада. Даже как-то стыдно попасть в засаду наименее хитрый из всех банд в Колорадо, но вот вы на мушке у собирателей шрамов. Использовать кибернетические конечности собирателей шрамов против них же самих. С помощью радиокассеты с непонятным кодом вам удается вызвать сбой у конечностей собирателей шрамов. Они быстро восстанавливают контроль, но они достаточно быстро. Пора ударить по ним. Да, кстати, я тут посмотрел и понял, что мы с вами, в принципе, на финишной прямой. Поэтому, наверное, стоит нам уже всем качать, ну, что-то, что может нам помочь в бою. А именно, боевые скиллы. Давайте вот этому бошку выстрелим, а. Вот, просто он нам мог конкретно помешать. А вот этих можем всех просто снести, например. Вот так вот. Отлично. Вот что называется кровавая жатва. А, Бизипи. Ну аж у него. Давай мы тоже бошку снесем. Прекрасно. Ну вот, смотрите. Одной группки очень резко и оперативно не стало. А вторая, на самом деле, до нас даже добежать не успеет. Мы ее тоже, скорее всего, раздавим. Так, давайте всеми просто заготовим реактивную атаку. Ну, в смысле, реакцию. Так. И будем ждать, когда... Ну, когда они придут к нам, собственно говоря. Койот, ты просто жди. А ты, девчонки, жди вот так. Единственное, что они, смотрите-ка, смогли разойтись. И... Ооо. Этот вот веселый чувачок подорвал нам нашу тачку. Тварь такая, но лучше тачку, чем у нас, правильно? Правильно. Интересно, а мы сможем до них доехать? Или нет? О! Ну, зато, смотрите, как Откинс и Барашек в этот раз решили прям нас выручить. Потому что до этого они постоянно как-то типа... Роботы? Нет, не наша. Это не про нас. Мы типа с роботами не сражаемся. А тут типа... Мясо, мясо мы загрызем. Молодцы. Билли и Джин. Ну, не... А, не, смотрите-ка, даже боднул у кого-то. Даже пару раз. Вообще, конечно, просто бешеный кабанчик. А, ну все. В общем-то, на этом, я так понимаю, бой можно и закончить. Почему он не хочет сюда подъехать? А, вот так вот, 10 очков действия. Ну, давайте хоть так проедем. Блин, прикольно. Вот, реально, это самая прикольная часть во всем. Ой. Ой. Это было немножко икскомно. Но 95% нам никто не говорил, что это 100. Правильно? В общем, до тех пор, пока никто из нашей группы не несет каких-либо травм и получают опыт, я думаю, шикарный просто обмен произошел. Кстати, у Джесс есть очко параметров, которые мы вложим ей в удачу. И посмотрим, что у него в навыках. А в навыках мы ей хотели... Манификация брони, да? Давайте-ка манификация. Так, хорошо, что у нас есть из книжек? Давайте начнем с этого. Что из книжек у нас есть? Всезнайка, взрывчатка, ближний бой, выживание, дрессировщик, снайперские винтовки и два кастета. Прекрасно. Ну, тогда... Вообще, конечно, модификация брони дает обалденный талант. Да? Все плюс 5 к броне получают. Здесь есть контрнаступление. Тоже неплохая вещь. Тогда давайте пока не будем тратить. И поищем, кстати, наш сундук с наградой за все произошедшее. Так, только давайте нас поведет все-таки хок, как самая бронированная. Ну, нормально. Как минимум, патроны мы отбили. Я не знаю. Я бы починил, наверное, Моргенштерну на всякий пожар. Мне так будет гораздо спокойнее. Поехали. Радиоактивные осадки породили ужасные мутации среди людей и животных по всей пустоши. Ай-яй-яй. Нехорошо это. Так. Ну, че, вверх. Я так подозреваю, что мы какое-то время еще с вами... О! Привет, крэнджеры! У нас тут проблемы на ранчо. Появились какие-то ненормальные. И, кажется, требуют чего-то. У меня плохое предчувствие. Так что будем очень благодарны, если вы к нам заскочите. Ага. Это кто? Бизонья ферма семьи Нокс. Ну, поехали. С удовольствием. Я, собственно говоря, этого и добивался. Какой-нибудь сайт штуки. Среди кучи потрепанных чемоданных вы находите один, в котором, похоже, что-то есть. И он не заперт. Открываем. Ну, такси с добычей. Заплесневелый носок. Ну, короче, мы с вами нашли кучу всякого трэша и старья, да? Бизонья фер... Эй. Мне из-за вас не видно нифига, кстати. Товарищи показыватели тут. Всплывающих окошек. Опачки. А здесь что-нибудь есть? Тут контейнеры. Но, видимо, контейнеры нас не допустят. Но тогда на ферму. А с другой стороны... А с другой стороны. Ферма это здорово, но начинать ее сейчас мне бы не хотелось. Давайте, может, покатаемся, найдем что-нибудь еще интересное здесь поглядеть. Если оно есть. Вот, смотрите, тут типа какой-то тайный проход. Как будто бы, да? Как будто бы. Вот. А в следующий раз уже с бизончиками встретимся. Ну и с чуваками, которые там что-то требуют. Потому что, в принципе, в Вейсланде-то, что прикольно, всегда есть где и что посмотреть. Светлый город на холме был построен сурово американской независимостью. О, смотри, 655 холма. Все эти беженцы с протянутой рукой могут привести только к одному. К коммунизму. А почему здесь черепок нарисован? А, радиация, естественно. Что же еще? Что же еще, как не наша любимая подруга радиация? Так, о, а тут, тут еще. Знаете, я что-то... Ух ты. Группа Ноябрь, ответьте. Фиксирую беспорядочные овощи и импульсы в вашем районе. Возможно, захотите проверить. Осторожно, само собой. Принято штаб. Можете указать местоположение? Подтверждаю Ноябрь. Так же ясно, как прожектор в темноте. Отправлю координаты к конец связи. Окей. Круто. У нас, смотрите-ка, мы тут что-то покатались. И у нас пара квестов. Ну, бизонья фирмы, это здорово. А где координаты, друзья? Координаты где? Штаб группы Ноябрь. Я получил срочное сообщение от обеспокоенного местного жителя, которого преследуют бандиты. Готовы принять вызов? Так точно, штаб. Ждем подробную информацию. Жертвы Ким Хэ и ее сестра. Их преследуют бандиты, других подробностей не имеем. Ким намекнула, что время критический фактор. Почему они преследуют эту женщину? Ну, они женщины и, скорее всего, безоружные. Легкая добыча, но тут вступаем в игру мы. Верно? Они сейчас с пути. Отправляем вам их координат. Нельзя терять времени группы Ноябрь. Конец связи. А вот тут, кстати, можно. Тут как бы нас типа торопят. А где-то задание-то. Уф. Уф-уф-уф-уф. Полевые командиры. О-о-о. Так. Большой переполох в маленьком Вегасе не закончен каким-то макаром. Папочкина тайна. Сторож-сестр. Во. В развалинах. Ну, давайте посмотрим, где развалины. О, город-призрак. Подозреваю, что это и есть развалины. Ну, поехали помогать девчурам. Это вот точно дело благое. Хотя город-фризрак. Обалдеть. Сейчас серьезно. Видимо, да. Ммм. Пошли. Сто семьи часто используют наемников в качестве телохранителей или вышибал. Вылезайте, зайки. Спрятаться вам все равно негде. Не подходите. Мы готовы себя защитить. Это предупредительный выстрел. Другого не будет. Тупая сука. Зались в укрытии. Будь осторожна. Вы обе нужны, босса живьем. Ага. Ну, они тут как-то, знаете, после всего этого внезапно разворачиваются и становятся на местах. Что ж. Снайперочка. Дам. Я молодец. Я только койотам подошел. Вот это была отличная идея. Ха. Я переиграю. Ну, что ж. Давайте теперь все-таки всех наших подведем вперед. Чтобы как в тот раз не вышло. И вот теперь понеслась. Ой. Но мы его не убили. Мы его не смогли вольнуть с одного выстрела. Ну, да ладно. У нас есть сбор. И у нас есть джесс, у которой просто теперь адская дистанция атаки, кстати. Причем с убер-пистолетом, из которого выстрелить, стоит всего три очка действия. Вообще, это законно. Изи, пя. Кого-нибудь ты достреливаешь? А она почти, кстати. Бочка. Хм. Так, но, к сожалению, вот в этих, видимо, придется стрелять. Десантник, солдат, десантник. Непонятно так по названию, кто крутой, ой. Но десантника резко не стал. Изи, пя, прячься. Шериф Квон. Шериф Квон какой-то белый совершенно персонаж, если честно. Вот он как бы особо урона не наносит. И толку от него не всегда есть. Ладно, давай вот сюда подойдем. Шериф Конов, бошку. Да, и вот он вечно вот какой-то такой фигню творит. Ой. Ладно, вот тут ему свезло. Но все равно он его явно не убьет, поэтому прячется. О. Кодиак. Но для Кодиака я бы сначала наших немножко развел всех. По позициям, потому что иначе... Ну иначе опять мы своих собьем. Хок. Иди сюда, девчуль. Тоже давай-ка на готове вставай. Так, и вот теперь Кодиак может подъехать как минимум вот сюда. И метнуть свои вот эти вот шипованные резервы. Ну, например, вот этих двух, если замедлим, уже будет тоже что-то. Кайф. А, джаза. Ну ладно, давайте-то сюда, девчуль. В принципе, у него высокая удача, она, если чего, увернется. Так, Койот. Оставь себе на следующий ход что-то. Шериф Квон точно так же. Ну и Пизипи, я думаю, сохраняет. И Кодиакрон так же сохраняет, да. Давай. И смотрим, что происходит. Ох ты. Ну так. О, вот это гораздо интереснее. Эх, девчуля там наваливает бас. О, 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 понеслась. Так. О, они не успели никто пострелять. Ха-ха-ха. Сейчас вы просто увидите, как Джесс уничтожит всех. Надо просить о прибавке. Ну вообще, да. Делишки-то у вас не очень, ребят. Ой. Особенно, когда в игру вступает Том Коткинс. И второй еще хочет прибавки. Коткинс, а ты можешь да вот этого фигануть? Ладно, Койот. Ммм. Вот так вот. Вот этому бошку снимем. Готов, касатик. И вот этого. Ой. Как больно. Ну как больно. Так, а теперь. Оф. Прекрасненько. Ну, вот этого. Ха-ха-ха. Готов. Так, Джесс, показывай. Показывай класс. Ой-ё. А, я ее теперь боюсь. Ха-ха-ха. Блин. Но я не хочу, чтобы она последним своим ходом стреляла. Да, то есть. Это как бы в пиговый расклад. Вот сюда можно пытаться подойти. Это же последний чувак? Это последний чувак. Так, шериф кон. Пострелял. А, Джесс. Ну. А. Ладно, давайте она выйдет в чисто поле и просто пальнет в нее и покажет как надо. Ух ты. Она прям это и делает. Обалдеть. Да, вот что значит чудо-девчуля. Ну, блэк эдер. Тоже неплохо. А, Пизи, Пеп. Как бы тебе... О, отсюда у нее будет выстрел. Смотрите-ка. Отсюда она может 95%. Ах, красавица вообще. Слушайте, и снова мы как-то с вами обошлись без единой потери. И без единого ранения. А че, с девчонками поговорить надо бы? Че они там замутили-то? Ну, то есть, за ними же охотиться неспроста, правильно? Да. В сейфе именно то, что люди обычно и держат в сейфах. Рейнджеры, Иисус услышал мои молитвы. Я знала, что Он нас не оставит. Что здесь происходит? Этих головорезов прислал уголовник по имени Мосс Коган. Они хотели схватить мою сестру. Я думала, достаточно будет уехать из Колорадо-Спрингс, но... Она прикрывает рот рукой и опускает глаза. Задним умом я понимаю, что мы сделали глупость. Конечно же, нас выследили. Но я не знала, что еще можно было сделать. Мы были так растеряны. Если бы не появились вы... Внезапно живая троцая. Внимание, Рейнджеры! Говорит Мосс Коган из ста семей. Мне тут птичка на хвате принесла, что вы спутались с парой негчемных оборванок, сбежавших от долгов. Так что мы, видите ли, заняли позицию снаружи. А еще мы вооружены и крайне опасны. Однако можно обойтись без насилия. Я человек разумный и всегда рад возможности договориться. Пожалуйста, Рейнджеры! Пожалуйста, не отдавайте ему мою сестру! Они с ней ужасно обойдутся! Почему они ищут Юн? Он хочет получить обратно свои деньги. Но ему придется вместо этого взять почку или что-нибудь еще. Денег у меня нет. Несмотря на всю браваду, в глазах Юн заметен испуг. Юн! Юн одолжила у Когана денег. Много денег. Но только так мы бы могли построить церковь, чтобы остальным католикам было где. Я это сделала, потому что хотела тратить деньги на всякую дурацкую фигню, ясно? Я... Черт! Я слишком большая дрянь, чтобы мне помогать, но моя сестра... И тоже будет плохо, если Коган нас настигнет. Помогите нам, пожалуйста, родни ее. Помогите нам, пожалуйста, для нее. Послушайте, мы вам поможем обо всем договориться с Коганом. Благослови вас Бог, рейнджер. Вот так-то лучше, значит, так, рейнджеры. Юн Хиа, подлая воровка. За то, что обокрала меня, она заслуживает правосудие патриарха. В каком смысле воровка? Не знаю, что вам наговорили эти лживые для валицы, но да будет вам известно, что они к тому же и воровки. Стащили у меня из-за кромов небольшое состояние. Я здесь лишь за тем, чтобы вернуть то, что принадлежит мне. Это правда? Я не могу больше лгать. Юн, прости меня. Он говорит правду. Но я не знала, что мне делать. Мы были в отчаянии. Мне так жаль. Приятно, что хоть одна из вас достойна этого вашего Иисуса, про которого вы все время твердите. Вы их слышали, рейнджеры? Они воровки. Не следовало бы потащить их привеком на площадь в колодке. Однако я человек разумный. Все, что мне нужно, это мои деньги. Затем эти двое могут идти куда им угодно, если только пообещают мне, когда больше не попадаться мне на глаза. А может быть, мы могли бы оплатить их долг? Ха, дело ваше. Почему бы и нет? Завалялось у вас по карманам столько мелочи. А вы знаете, в каких мы отношениях со ста семьями? Давайте избежим конфликта. Вот половина и договорились. Идет? Стало быть, вы только наполовину сумасшедшая. Однако подмечено верно. Да и я не спешу начинать перестрелку. Я возьму деньги и пойду своей дорогой. Неплохо. Какая щедрость. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Здесь немного. Ну, возьмите, пожалуйста. А что вы будете делать дальше? Попытаемся начать все с чистого листа, наверное. Спасибо вам, рейнджеры. За все. Расскажи нам о себе. Да, в общем-то, рассказывать особо нечего. Я была кухаркой в одной из ста семей. И он росла с трудным ребенком. Но я знаю, что это было одно из господних испытаний. Так он учил ее, готовил к грядущей славе. Всего хорошего. Религиозные фанатики нам в штабе не нужны. Это вот прям четенько. А что у нас? Опа, опа, опа. Доступные очки, навыков каким-то... А, ну да, все правильно. Она получила уровень. Уровень. И ей нужны снайперские винтовки. Ммм, девчонка будет просто с сатаной со снайперками. Еще сейчас ей координацию по полной вкачаем. А теперь наш товарищ Шериф Квон. Давайте-ка ему разбудим волкан удачи-таки. И посмотрим... Ммм, автоматическое оружие. Прекрасно. Прекрасно, Шериф Квон. Так, талантово дофига, а толку нет. И, к сожалению, все. Ну да ладно. Посмотрим, что нам дали вообще за все это. Что за книжка, что за подвеска. И они почему-то отсортировались в общую кучу. Эх, обугленная книжка. Это хлам какой-то был, да? Дневник. Что-нибудь подсвечено новым? Во. Урановая подвеска. Испускать приятное тепло. Спасибо. А рваная книжка. Так. Ну, видимо, да. Видимо, это все, что нам дали. Блин, тостер бы собрать. Хочу клевый тостер. Хм. Пока-пока. Точнее, через денек. Субтитры сделал DimaTorzok